Напоминаю всем участникам и комментаторам, что у нас очень жесткий график. 15 минут на доклад, 10 минут на вопросы. Так, и секция у нас последняя называется «Воспитание советского субъекта». Комментатором будет Игорь Нарский из Южноуральской государственного университета. И первым докладчиком у нас Александр Чищухин. Если гражданин СССР не будет знать Конституцию, то ему угрожает суд. Исторические и политические знания школьников послевоенной эпохи. Спасибо. Начну с небольшой преамбулы, уважаемые коллеги. Где-то год назад в журнале «Дилетант» появилась ссылка на один из блогов, где подробно описывались всякие ляпы учеников по истории на время сдачи ЕГЭ, единого госэкзамена. Ну и в качестве примера там приводились такие цитаты, как «В советских школах дети были как инкубаторы, у них все было одинаковое». При Иване Грозном впервые на Руси начались митинги протеста, или Иван Грозный убил многих влиятельных бизнесменов, мешавших ему управлять государством. При этом интересно, что критики этих замечаний не обратили внимания на ту вещь, которую, собственно, и пытался представить блогер. О том, что многие оговорки детские, наивные, они все-таки достаточно историчные. То есть сложно себе представить 50 лет назад, чтобы дети говорили о влиянии бизнесменов, которых уничтожал Иван Грозный. С этой точки зрения всегда бывает весьма любопытно посмотреть, как интерпретируются в ученическом сознании определенные дискурсивные практики, которые транслируются с помощью различных властных структур. Понятно, что главным текстом здесь всегда является учебник. Напомню, несколько лет назад был такой большой скандал, когда товарища Сталина в одном из учебников истории назвали эффективным менеджером. Причем критики не обращают внимания на интересную вещь. Все-таки мне не представляется, что между текстом учебника и знаниями, которые остаются в головах нынешнего ученика, достаточно большая дистанция. С чего началось это исследование небольшое? В Пермском архиве, в областном партийном архиве, были обнаружены любопытные документы. В 49-50-м годах прошла иниционированная сверху проверка того, как преподается Конституция и история СССР в школах. Кто проводил проверку? Это были инспекторы Облано, уполномоченные учителя школ, которые были, видимо, достаточно опытными стажистами. Эти учителя и проверяющие сидели на уроках своих коллег, беседовали с учителями, задавали вопросы учащимся, проверяли оснащенный школ учебниками и другими методическими пособиями. И вот здесь любопытно посмотреть, как воспринимается властный дискурс учащимися, хотя по документам мы, конечно, в большей степени видим иное. Мы видим, в первую очередь, то, на что обращают, на какие ошибки сами проверяющие. Это тоже достаточно любопытно. Ну и перед тем, как перейти к, собственно, описанию вот этих детских ляпов образца 49-50-го года, очень немного слов о том предмете, который назывался Конституция СССР. Этот предмет стал вводиться после 37-го года. К началу 50-х годов уже существовало несколько изданий учебников, которые были любопытным образом организованы. Но вот здесь как раз перечень заголовков, которые указывались в введении к этому учебнику. Начинается с нашей Великой Родины, потом идет такой географический дискурс про шестую часть света. И заканчивается все Конституция СССР как высшим достижением советского общества. Этот учебник тоже достаточно любопытный. Там он своего рода тоже несколько наивен с нынешней точки зрения. Достаточно широко используются различные стихотворения, примеры якобы их жизни, которые демонстрируют правильность сталинской конституции и советской идеологии. Здесь как раз я привожу пример. Особенно меня впечатлило в начале учебника, почему-то понадобилось авторам обозначать, что у народа в Дагестане слово «социализм» значит «частье». Сейчас перейду к тем ошибкам, на которые обратили внимание проверяющие. Одна из первых, это Елена Глинская, была очень широкая, бояре ее очень боялись. Можно, конечно, предположить, что образ толстого человека, он в советских плакатах и кинофильмах изображался как отрицательный. Это мог быть помещик, это мог быть буржуй. Но бывали ошибки, которые были, скажем так, более серьезные. В Советском Союзе имеются две формы собственности. Одна государственная, другая колхозно-кооперативная. В государственной собственности избираются директора. На фабриках, на заводах МТС, на фабриках работают рабочие, над ними распоряжаются директора. Ну, понятно, что здесь явные ошибки русского языка. Понятно, что проверяющий был возмущен некоторыми несообразностями. Но, тем не менее, если представить дело с одной стороны, можно, наверное, подумать, что в чем-то вот этот двоечник или троечник был прав. Все-таки он видел в кино, какие на передвижке все-таки были достаточно распространены. Веселых колхозников, которые с песней на устав наполняли закрома Родины. А учащиеся видели многие такие положительные примеры с точки зрения кинематографа и литературы. Однако, другие примеры меня, в свою очередь, тоже весьма и весьма удивили. На вопрос, какие изменения произошли в жизни СССР с 1924 по 1936 год, это проверяющий задавал учащимся. Учащиеся отвечали вот следующее о том, что в 1924 году была еще эксплуатация человека-человеком, что помещиков выгнали в 1936 году. Ну и так далее и тому подобное. Не буду уже здесь цитировать. Когда я прочитал этот отрывок, я сразу вспомнил известную монографию Евгения Балашова, питерского исследователя, который рассматривал школу 20-х годов. И он проводил в качестве примера ляпы того времени. Например, судебный пристав — это человек, ведущий до знания, Государственная дума — это съезд Советов, а черносотинец — это негр. И объяснял это автор тем, что, дескать, произошел разрыв традиции, перестал транслироваться культурный опыт, и многие знания стали просто неактуальны. Но тогда как объяснить, что к концу 40-х годов, после того, как уже многие годы история была реабилитирована, это пик, собственно, сталинской идеологии, и ответы подобного же рода. Наверное, это можно было бы объяснить тем, что дети находились в глубинке, может быть, в сельской местности или в малых городах. Наверное, это можно было бы объяснить низкой квалификацией самих педагогов, которые крайне редко имели высшее образование. Но, тем не менее, мне кажется, с помощью таких простых объяснений, на основе этих простых объяснений, наверное, нельзя дать исчерпывающую картину. Вот еще один пример, на мой взгляд, замечательный. Вопрос, когда возникло социалистическое государство. Человек отвечает, что оно возникло, когда возникла частная собственность. Поясню. В учебнике по Конституции СССР как раз вот эта красная нить всегда проводится, что вот есть возникновение государства, и учитель должен был на уроках всегда сравнивать наше государство и их государство, то государство. Если речь шла об уроке истории, то необходимо было, как говорили проверяющие, объяснять, что держава Тимура, вот она закладческая, а наша советская держава, она мирная держава. Если речь шла о географии, то, соответственно, надо было демонстрировать, демонстрировать, что наш климат меняется посредством партии и правительства. Попытаюсь представить некоторую гипотезу, которая, на мой взгляд, может быть весьма продуктивной. Дело в том, что, как я уже говорил, ответом школьников была какая-то специфическая логика. Ведь, в принципе, если представить, что спекулянты, кулаки и помечики – люди плохие, а все остальные – хорошие, то, в принципе, ответ правильный. Я рассматриваю не с точки зрения истории, а с точки зрения оценок, которую задают сами учащиеся. И здесь я, опять же, отошлю слушателей к известному позднесоветскому фильму и повести Карана Шахназарова «Курьер», когда мать-учительница говорит, что Степаков, в фильме, по-моему, это Базин, цитирует «Послушай, Вань, крепостное крестьянство с негодованием встретило сообщение татаро-монгольской миги». Она засмеялась, но я относился к этому прислалотому Степакову с симпатией и встал на его защиту. А что здесь, собственно, неверно? «Ну ты что, прикидываешься?» – удивилась мать. «Да ты послушай». Она еще раз процитировала Степакова. «Ну и что?» – спросил я. «По-твоему, крестьянство должно было радоваться приходу Батыя?» Вот, в принципе, в подобной логике, как мне представляется, ответы школьников и выстраиваются. Именно эту логику критикует педагог. С этой точки зрения, когда учащегося спрашивали, почему он, гражданин, должен знать Конституцию, в принципе, его ответ в чем-то был верен. Речь, видимо, шла в том, что практическое применение знаний, которые были получены на уроках истории Конституции СССР, было очень затруднительно. Но, тем не менее, незнание каких-то вещей было, наверное, опасно. И учащиеся наивным, интуитивным образом об этом догадывались. Если граждане не знают Конституции, ему угрожает суд. Причем это понимание подчас смешивается с таким очень практичным, тоже таким странно-рациональным знанием. То есть мы должны, с одной стороны, строить коммунизм, а с другой стороны, не сможем поступить в техникумы. Если не будем знать Конституцию. Сейчас подобные оговорки могут восприниматься как наивность, которая вызывает некое умиление. А в то время, вероятно, проверяющие относились с этим, судя по интонации документов, не с умилением, а именно с осуждением. Обучение политической грамотности, с этой точки зрения, предполагало буквальное, подчеркиваю, буквальное воспроизводство политического языка. Советы являются политической основой СССР, притом ни один раз, и учительные ученики не назвали полное название современных советов. Это, как пример, одно из критик. Периодически необходимо было воспроизводить какие-то официальные штампы, и вот смешение этих штампов и какого-то такого повседневного, наивного языка рождало очень интересное причудливое сочетание. Допустим, здесь учащийся объясняет, как республики входили в состав Советского Союза, и как они могли из него выйти. В учебнике я посмотрел, действительно есть упоминание о миллионах просто советских граждан, но как он это интерпретировал, почему у него возникла именно такая интерпретация, что если меньше полмиллиона человек, тогда живут около границы, тогда могут выйти из состава Советского Союза. Как я уже говорил, многие педагоги были людьми, к несчастью, для идеологов, людьми не совсем квалифицированными, а проверяющие отмечают, что некоторые педагоги не знали, что такое НЭП, кто-то не знал, кем является товарищ Молотов и Шверник, но речь, видимо, шла о их должностях. Но, тем не менее, видимо, кадры решали не все. На мой взгляд, сталинская школа попыталась здесь сразу несколько ловушек. Внедрение политического языка в неподготовленную традиционную среду приводило к тому, что политические нормы осваивались наивным образом. Идеологическая работа населения осуществлялась с педагогами, как я уже сказал, чья квалификация оставляла желать лучшего. Но, на мой взгляд, еще одно главное противоречие в том, что сама логика преподавания Конституции и истории была очень проблематичной, поскольку дореволюционные и прочие события утрачивали самостоятельное значение. Но если история уже совершилась, если, собственно, вся схема преподавания истории должна была подводить учащегося к славному настоящему, то, вероятно, и пропадала эта проблема. А, собственно, насколько важно точно знать, когда произошла революция, в 17-м году или в 36-м году. К тому же, если Конституция называется Сталинской, то она, вероятно, имеет гораздо большее значение. То есть, с этой точки зрения получается интересная вещь. Мы видим, как в образовательной системе каким-то странным образом пересекаются различные дискурсы. Это дискурс учебника, это дискурс преподавателя, который, кстати, не совпадает с тем же самым учебником, потому что он, по своей сути, гораздо выглядит более наивным. По форме, точнее. И, с другой стороны, вот этот низовой язык учащихся, который странным образом интерпретирует и тот, и другой дискурс или дискурс. На пересечении этого, как ни странно, и, видимо, появлялось вот это наивное представление, которое, ну, зачастую обозначается такой концепцией, как сталинский миф. Ну, а сталинский миф, как известно, как любой миф, наверное, он в чем-то антиисторичен. И в этой связи проблема дискурсивного внедрения идеологии даже в сталинской школе вызывала большие проблемы. У меня все. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Я бы сказал, что, вот когда я прочел ваш текст, у меня не вызывал большого, не стало большой новостью, что ученики, изучающие предмет истории или там конституция, трактуют, большая часть из них трактуют предмет так, как Бог на душу положит. Я знаю много гораздо более современных предметов, примеров, когда и преподаватели более подготовленные, учебники лучше, и дети имеют возможность заниматься, а результат может быть еще хуже. Вот. Здесь для меня вопрос скорее в том, оставляя за скобками, сколько учеников, сколько детей из этого возраста вообще изучали подобный предмет, вообще учились в школе в это время из своего поколения. Вопрос, какая часть из этих детей правильно отвечали на эти вопросы? Выделяли ли, так сказать, проверяющие такую группу, как бы, был ли анализ, так сказать, подобной группы? Кроме того, так сказать, опять же, в каких школах, так сказать, ученики реально могли ответить на эти вопросы? Что это были за школы? Было ли это в материалах или это как бы растворилось в общем объеме проверки? Спасибо большое. Вопрос хороший очень. Но вполне очевидно, что логика любого проверяющего всегда концентрируется на недостатках, так? И вполне очевидно, что эти примеры не дают какую-то количественную картину. Здесь, на мой взгляд, любопытно не то, что ученики совершают ошибку, они действительно во все времена совершают ошибки, а именно на какого рода ошибки акцентируют внимание проверяющие, и вот это, наверное, может уже являться предметом некоего анализа. По поводу правильных ответов, опять же, здесь, конечно, о количестве здесь говорить нельзя. я опустил эту цитату, сейчас попытаюсь найти как раз пример наверное, правильного воспроизведения вот этого языка. Сейчас, секундочку. Вот. Ученица самостоятельно сделала краткий вывод. Временное правительство продолжало вести политику царского правительства, оно не улучшило положение масс. Ученица 10 класса Чирокова рассказала об апрельской конференции и сделала вывод, что апрельская конференция нацелила партию на борьбу за перерастание буржуазно-демократической революции в социалистическую. Обратите внимание, что, опять же, мы не можем сказать, сколько людей говорило так. Мы можем просто зафиксировать, что проверяющий считал нормой. И, как мне представляется, здесь речь идет о странном отношении. Проверяющий говорит, что ученица сделала сама вывод, но при этом она очень умело жонглирует словами, которые как бы взяты из передовиц. Собственно, вот на основе подобных вот примеров, которые, конечно, всегда цитируются реже, чем девиации, чем отклонение от нормы. Можно, наверное, делать какие-то предварительные, понятно, что не абсолютные выводы о нормативности. по поводу тех школ, которые проверялись, это были школы тогда Молотовской области. Речь шла в первую очередь о школах райцентров и реже о сельских школах. Понятно, что самая худшая картина была в коме-округе, это было связано с тем, что русский язык тогда не стал доминирующим. Там есть шикарная фраза о том, что прекратить необходимо преподавание русского языка на Комне-Пермятском. Так далее. Поскольку у меня все время попадаются какие-то случаи про ЕГЭ, то я бы вот эта параллель, мне кажется, она красивая, конечно, но как параллель, потому что вопрос ЕГЭ просто составлены еще зачастую безграмотно. Так что статистика просто вот по первому году, когда сдавали ЕГЭ, лучше сдавали менее подготовленные дети, потому что более подготовленные думали, как ответить на вопрос, когда два ответа правильные. Поэтому здесь с работой с такими вопросами действительно очень как-то аккуратно. Потом просто не могу не поделиться эмоцией, но сколько раз и школьники и студенты говорят что-то такое, что если вот это тут взять и отисследовать дискурс, то выводы будут самые прекрасные и красивые, но вероятно не имеющие отношения к тому, что действительно за этим стоит, потому что цитаты вроде там 17 месяцев кричу «зову тебя домой», кидал с ноги палачу «ты муж» и уже смой, это красиво можно это интерпретировать, не Рек, не мать и сын, а муж. Но ничего за этим не стоит, мне так кажется. За этим стоит просто незнание девушки. Она не понимает, о чем речь. Спасибо, да, но незнание всегда кто-то определяет, кто-то все равно оказывается в роли человека, который оценивает, а что есть знание, а что есть незнание. А по поводу сдачи ЕГЭ, я думаю, что там просто это начало доклада было связано с конкретным, ну, у любого, наверное, из нас, у многих из нас жизненным опытом преподавания, и понятно, что какие-то там личные позиции исследователей всегда определяют хотя бы начальную стадию, начальный интерес. Я вполне осознаю, что не будь я, не работая я в школе когда-то, я бы, наверное, прошел мимо вот этого документа, этого материала. Понятно, что это, скорее так, акцентировало мое исследовательское внимание вот именно на этом вопросе. Саша, спасибо большое. У меня вопрос такого рода. Игол Хауфин обращал внимание на сходство логики работы с осечками, ошибками на приватных и публичных поверхностях советских граждан соотносимых с логикой работы психоаналитика, с оговорками, ошибками, осечками, которые описывал Фрейд в психопатологии повседневной жизни. В связи с этим вопрос. Те ошибки, которые привлекают твое внимание, это ошибки, которые позволяют работать с таким непроработанным и прорабатываемым идеологическим или политическим бессознательным. Потому что, например, в случае картографической кампании борьбы с картографической безграмотностью именно такие вещи попадали на перо ревизоров. Это ситуация нормализации, то есть классическая для модернистских институтов, каким является школа, которая была там описана Фуко и Фукеанцами. Это попытка выйти в сферу изучения образовательных практик, где некоторые действия оказываются эффективными, а некоторые нет. Ну, в такой логике я не знаю. каких-нибудь устиновцев, ну, то есть и кого-нибудь еще. Собственно, действительно, для чего тебе это нужно? Потому что материал интересный, но очень многое зависит от того, в какой контекст ты больше это помещаешь аналитически. Спасибо. А можно я внесу такое предложение? Просто очень мало времени, буквально там полторы минуты. Может быть, зададут еще пару вопросов, а вы потом как бы за ужином ответите, чтобы больше услышать вопросов. Хорошо. у меня вопрос, но тогда он действительно такой на потом. Вы одну только такую проверку отсматривали, то есть у вас только один материал на руках, или есть, скажем, более ранние, более поздние материалы на ту же тему, и можно сравнивать периоды? Это может сразу? Я хочу чтобы все выскорить, что-то выберите. У меня вопрос, собственно говоря, по поводу источников. Я подумала, что источник можно осматривать не как источник по анализу ошибок школьников, а источник по анализу работы проверяющих, потому что вопрос фальсификации и верификации этого источника возникает сразу же, как только вы начинаете озвучивать его. А не было ли это бюрократической работы, кабинетной, выходящей за пределы какого-нибудь администрации? Можно я сразу на последние два вопроса, потому что от вопроса Галины требует более развернутого ответа. По поводу последнего, я, может быть, вполне, допускай, не очень внятно сказал в докладе, но помимо того, что лежит на поверхности и привлекает наше внимание в виде ошибок, я как раз упомянул, что это свидетельствует больше о позиции самих проверяющих. И вот крайне интересно узнать, на что они обращают внимание. С этой точки зрения, конечно, этот источник показывает именно это в первую очередь, на что обращают внимание. Были другие источники? Дело в том, что этот предмет был относительно недавний. Я, к сожалению, еще не проверял. Это, вероятно, шла компания по всей стране, и это была разнарядка именно обкома, она шла сверху, вот эта проверка. И попал, это как раз комплекс дел, подшипных нескольких папок, как раз, где воедино были собраны рукописные отчеты проверяющих проверяющих проверяющих, которые были инициированы Молотовским обкомом. Проводились ли потом подобные проверки, к сожалению, я не могу сказать. Вот именно по этому поводу. Спасибо большое, к сожалению, закончилось. И следующее